Делегации из Франции, Германии, Италии, Румынии Киев встретил воздушной тревогой. По сообщениям из СМИ, прямо во время визита иностранных гостей по столице Украины российские войска выпустили несколько ракет из временно оккупированного Крыма. Несмотря на воздушную тревогу, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Марио Драги и Клаус Йоханнис посетили разрушенный и сожженный россиянами Ирпень, город в нескольких километрах от украинской столицы. Каждый из европейских лидеров впервые вживую увидел последствия пребывания здесь российских военных. Далее к официальным церемониям президенты Франции и Румынии, премьер Италии и канцлер Германии отправились в Мариинский дворец на переговоры с украинской стороной. Как и анонсировали ранее, речь шла о преодолении продовольственного кризиса, военной и политической поддержки Украины и, конечно, в вопросе получения страной статуса кандидата на членство в ЕС. Этот визит в Киев, четырех лидеров, переговоры доказали еще раз, что наша главная сила и наиболее эффективное оружие – это объединение. Объединение, от которого зависит все остальное. Российская агрессия против Украины – это агрессия против всей Европы, против всей объединенной Европы, против каждого из нас, против наших общих ценностей. И только объединенным должен быть и наш ответ. Украинцы сегодня на передовой в борьбе против российских ударов, но не в одиночестве. И это подтверждается именно таким форматом нашей сегодняшней встречи. Европейские лидеры обещают не оставлять Украину наедине с агрессором. Каждый из гостей заверил – будут делать все, чтобы Украина получила сначала статус кандидата, а затем и члена Евросоюза. Европейский союз сегодня демонстрирует единство и ту помощь, о которой нас и просил президент Владимир Зеленский. Члены Евросоюза общались со своими парламентами, со своим населением и настроились на плодотворную работу. Это касается и помощи беженцам, которые столкнулись с российской агрессией. Евросоюз подтверждает свою готовность помогать Украине вместе со своими союзниками. Италия среди прочих стран очень хочет видеть Украину в Евросоюзе, в европейской семье. Говорили и о финансовой и военной поддержке Украины. По словам Эммануэля Макрона, Франция планирует увеличить поставки вооружения. Шесть дополнительных гаубиц Цезарь в ближайшее время появятся на вооружении ВСУ, как заявил Макрон. Таким образом, всего Париж передаст Киеву 18 САУ. Мы будем усиливать свою поддержку. Уже выделено 2 миллиарда долларов. Переданы также системы САУ Цезарь, которые позволят украинским воинам эффективнее защищаться от нападения России. Те военные преступления, которые Россия совершила на украинской земле, не должны остаться безнаказанными. Нужно, чтобы международное правосудие выполнило свою работу. В ближайшее время будет передана мобильная лаборатория для анализа ДНК. Это очень важный инструмент для сбора доказательств. А вот немецкая сторона обещает помочь закрыть небо над Украиной. Германия, по словам Олафа Шольца, поставит системы ПВО Ирис. Мы начали поставлять Украине оружие и будем делать это, пока Украина будет в этом нуждаться. Мы обучаем украинских военных использовать современное вооружение, самоходные гаубицы и зенитные установки. Мы также обещаем поставить установки Ирис. Еще мы договорились с Соединенными Штатами Америки и Великобританией о том, чтобы поставлять ракетные установки залпового огня. Как вы видите, Германия поддерживает Украину. Обсудили политики и продовольственный кризис, провоцированный российской агрессией. По заявлению президента Клауса Йоханниса, Украина и Румыния продолжат развивать совместные торговые пути для вывоза украинского продовольствия. Украинцы всегда могут рассчитывать на румынское правительство. И румынский народ столько, сколько это будет необходимо. Россия сегодня превратила в очередное оружие экспорт зерновых. Это будет иметь планетарные последствия. И об этом мы тоже сегодня говорили о том, как можно преодолеть гуманитарный кризис. Один из вариантов мы уже реализовали – доставка украинского экспорта. А мы стали перевалочным пунктом. С начала полномасштабной войны наш порт Констанца обеспечил вывоз более чем тонны украинского зерна. Также на вопрос украинских журналистов к Эммануэлю Макрону об уступках Путину лидер Франции заявил, украинские территории, временно оккупированные Россией, не могут быть предметом торга. А садится за стол переговоров украинская сторона может лишь на своих условиях.